Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, как начать жить нынешним моментом без ожиданий? Я думаю, что здесь имеет смысл, во-первых, согласиться с моим коллегой Кудрячевым Игорем Леонидовичем, который, на мой взгляд, весьма хорошо описал ситуацию и, в общем-то, очень точно подобрал, скажем так, термины для того, чтобы описать вот эту картинку, с которой вы столкнулись. Я со своей стороны, возможно, дам ответ в чем-то перекликающийся, с ответом моего коллеги, но постараюсь немножечко со своей стороны на это все взглянуть. Дело в том, что ожидание – это нормально. То есть, ожидать чего-то – это нормально, ожидать чего-то – это нормально. Вопрос, на мой взгляд, больше заключается в том, насколько именно ваши ожидания являются тем, что направляют вас, насколько ваши ожидания являются тем, что определяют вас, насколько ваши ожидания являются тем, что перетягивают, перетаскивают на себя все ваше внимание. Потому что, ну, я не думаю, что вы будете спорить с тем, что помимо ожидания есть еще и ваше желание, есть еще ваши возможности. Да, то есть, ну, некий ресурс есть, который вы можете использовать, например. А можете, конечно, и нет. То есть, наличие ожиданий не делает вас, ну, более пассивной, да, не делает вас обязательно пассивной. Наличие ожиданий делает вас, скорее, человеком, который, ну, фокусируется на чем-то и не более того. Хорошая новость, на мой взгляд, заключается в том, что вы сами выбираете то, на чем вам концентрироваться. Вы выбираете это сами. Вы сами смотрите на что вам обращать свое внимание. Вы сами смотрите на то, чему уделять свое время. Например. Вот вы буквально сами этот момент определяете. И кроме вас сделать это, наверное, никто не может и не должен. Поэтому вопрос заключается не в том, чтобы избавиться от ожиданий. Вопрос заключается в том, чтобы помимо ожиданий заметить, от чего же я хочу. Или чего я не хочу. Что мне нужно. И нужно ли мне это. Понимаете? Понимаете? Вот этот момент. Крайне важный. На мой взгляд, по крайней мере. Так что не ожидания делают вас, ну, несчастны. Совсем нет. Вас делают несчастным то, что вы центрируетесь как бы только на них. Вот это да. Это да. Это то, что действительно делает вас несчастным. Это правда. Вот. Поэтому наша задача с вами заключается в том, чтобы вы немножко свое внимание переориентировали на то, что вы хотите. Вот. И что вы можете для этого делать. Начали слушать себя, свои чувства. Ну, я не думаю, что вы, по крайней мере, надеюсь, что вы не будете спорить с тем, что на данный момент, на сегодняшний день, себя вы не слышите. Вот. Я надеюсь, что вы не будете спорить с тем, что на данный момент к себе вы не прислушиваетесь. Вот. Я очень надеюсь, очень надеюсь, что вы не будете с этим спорить. И если мы этот момент признаем, да, если мы признаем этот момент, если мы признаем этот аспект, то вы можете это подкорректировать, вы можете развивать свой эмоциональный интеллект, например. И так далее. Вот. Опять же, мой коллега Кудрущев Игорь Леонидович прав в том, что говорит, что вас нет ни в прошлом, вас нет в будущем, вы есть только сейчас. Это правда. Но проблема здесь заключается в том, что прошлое или будущее, ну, может быть, я бы и не сказал, что все время, да, но часто, очень, очень часто тянет нас. Вот. И тянет довольно сильно. Отвлекает нас от реальности, к сожалению. И связано это отнюдь не с тем, что происходит что-то плохое, происходит что-то такое, чего не должно происходить. Нет. Связано это исключительно с тем, что мы себя не слышим. Вот. Можно ли это исправить? Да. Требуется ли для этого определенная работа над собой? Да. Да. Вот и все. Поэтому решайте, решайте сами. Решайте вы, как вы хотели бы, чтобы ваша жизнь, ну, была организована. Хороших или плохих решений здесь нет. Вот. Решайте. Вы попробуйте себя спросить сейчас. Из какого чувства, из какой цели вы задаете свой вопрос? Ну, то есть, я имею ввиду, что вас не устраивает, например, вас не устраивает наличие разочарований, допустим, на постоянной основе, то есть, вас не устраивает то, например, что вы все время сталкиваетесь с ситуацией, когда как-то вот, ну, ожидания ваши, например, не обрадуются, вот. Об этом ли мы говорим здесь и сейчас? Или мы говорим о чем-то еще? Вот. То есть, это такой достаточно, не побоюсь этого слова, серьезный момент и к этому нужно, опять же, на мой взгляд, бережно относиться, дабы не подавлять вашу психику, например, да? Вот. Намечать ей. Но в то же время и, пожалуй, стоит направлять ее. Вот. Так что я бы сказал, что ключевым моментом вашей ситуации является именно то, что вы себя не слышите просто. Вот. Просто не прислушивайтесь к себе, к своим чувствам, а по привычке, скорее всего, по привычке, перекладывайте на других людей ответственность за то, что вы хотите сам. Вот. Это нехорошо и неплохо. Это данность, с которой мы должны считаться. И если это то, что вы хотите изменить, то мы вам поможем это сделать. Мы поможем вам это изменить. Да, это определенно психотерапевтическая работа. Это определенный процесс, который вам нужно познакомиться. Но познакомиться нужно вам и видеть в том числе самой собой. Потому что то, о чем вы говорите, выглядит так, как будто бы вы с собой не знакомы. Вот. Как будто бы вы себя не знаете. И это то, что может вас в той или иной степени подавлять, мешать, отвлекать и так далее. Вот. Понимаете, да? Поэтому я не считаю, что ожидание это плохо. Но я думаю, что они не должны доминировать. Вот. Я думаю, что ожидания, как и любые явления в психике человека, должны находиться на своем месте. чтобы в той или иной степени попитывать человека. подсталкивать человека к каким-то действиям, ну, к каким-то действиям, совершениям, целям и задачам. И чтобы реагировать адекватно на то, чего вы ждете, чтобы относиться к этому, ну, знаете как, с работой, например. Вот. Для этого имеет смысл научиться себя, себя, себя осуществить. Вот. И делать это всего лучше с психологом, потому что, психолог как раз поможет вам направить, направить свои ресурсы в сторону, ну, приятного, приятного вам. Чтобы вы не ступили на какие-то привычные для себя, может быть, рельсы, которые хоть и являются привычными, да, но которые ничего вам не дают. Понимаете, понимаете, да? так, так что, решайте сами, как, как вы хотели бы, чтобы, чтобы выглядела ваша жизнь. А мы вам в любом случае поможет. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Буду благодарен. за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, позволит сформулировать некоторые базовые постулаты для психотерапии. Я вам желаю всего самого доброго. удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена. Академель.